Салют, бандиты, Майкл Джей на связи. Что-то давно мы не навещали нашего друга Игоря Гамулу. Как он там себя чувствует в Дортмундской Баруси? Сегодня посмотрим, проверим, поиграем против Фортуны из Дюссельдорфа, против Козлов из Кёльна. И ответная встреча у нас против Рейнджера, даже будет Лиги Европы. Короче, как всегда, три игры. Надеюсь, получится весело, интересно, и вы поддержите лайками, комментариями. В принципе, можно начинать. Желаю вам приятного просмотра и поехали! Состав на матч против Фортуны достаточно понятный. Суан вернулся на левый фланг атаки. Герейра мы опустили пониже. За году на крутой стрелке сыграет в паре с Хумельсом. И очередной шанс для Махмуд Дагуд. В общем-то, посмотрим, на что он способен в очередной раз. И, в принципе, можно начинать. Хакиме. Можно отдать дальше Санчо. И еще дальше Холланд. Нет офсайда? Да! Есть офсайд. Все-таки есть офсайду. Нет офсайда. Почему так остановился Холланд? Все нормально, Эрлинг Холланд. Открывает счет на 10-й минуте. Первая вообще вразумительная атака у Баруси. И сразу же мы открываем счет. Давайте посмотрим. Как-то затормозил немного Холланд. Мне показалось, что сейчас будет поднят флаг арбитера. Но нет. Да, да. Выдержал линию и успел переправить мяч в ворота. Это отличное начало. Ребят, может, вы как-то вперед пойдете? Вы все-таки проигрываете вроде. Но Санчо говорит, что не хотите идти вперед? Тогда я буду отбирать мячи, отдавать на Холланда, который будет пытаться оформить дубль. На этот раз вратарь на месте. Герейра. Холланд. Санчо. Ройс. Еще дальше. Хакиме в штрафной. В дальний угол попытка пробить. И вратарь на месте. Холланд. Сохраняет мяч. И через центр спокойненько. Вицель. Дальше. Хорошо ходит мяч. Санчо. Легко обыгрывает соперника. Санчо идет дальше. Еще одного обыгрывает. И ударить можно. Удар не получился. Хакиме уже отрабатывает. Отобрать мяч не получается. В штрафной. Штогер. Штогер. Остановить этого бестяру. Опасно вышло. Очень опасно. Ковнацки. Второй тайм. Неплохо играет Фортуна. И передача хорошая. Бюрки. Ковнацки передача. Хорош Хумельс. И по всей видимости все. Тяжелая в итоге победа. Начало было хорошее. Но вот второй тайм мы провалили. Результат седьмого тура. Майнц разгромил Юнион на выезде. Шальки и Боруссия из Мюнхенгладбаха 2-2. Что у нас по Баварии? Легкая победа на ДРБ Лейпцег. Причем на выезде. Бавария набирает ход. Мы на первом месте. У Баварии 16. На второе место поднялись. И Боруссия, Айнтрахт, Лейпцег, Кёльн. Но пока все очень плотно. Нашел нам скаут Кингсли Каман. Обычно Бавария забирает игроков из Боруссии. А вот теперь мы можем забрать из Баварии. Напишите, стоит ли рассматривать Камана. У нас на фланге в принципе достаточно много игроков. Но вот напишите ваше мнение. Интересен ли Кингсли с такой скоростью вообще в нашей команде. Это Рейн Энерджи Стадион. Это Кёльн против Боруссии Дортмунд. Из интересных особенностей то, что у нас сегодня отсутствует Марка Ройс. И в основе, и в запасе. Посмотрим, как команда справится без капитана. Какие-то болелые там бедняги за сеткой сидят. Но у остальных вроде бы обзор хороший. Поехали. Да, оказывается у меня тоже обзор-то не очень хороший. С моей любимой камерой стадион. Поэтому этот матч сыграем на стандартной песовской. Шульц. Здорово. Сон. Штрафной уже Сон. Еще одного обыграл. Передачу сделал хорошую. Торган Азар. Не попадает. Створ ворот из выгоднейшей позиции. Очень все легко здесь получилось. У Сон Хюнмина. Одного обманул. Второго обыграл. И Азар, конечно, буквально с четырех метров в створ-то надо было попадать. Хордуба. Опасно может быть. И хорош Шульц. Контратака. Получится здесь или нет? Сон. Можно через центр. И дальше на другой край. Перевод. Санчо. В одно касание. Холланд. Ставит спину. Эрлинг. Включение на домбеле. Да, сегодня Тангай играет в защите. И подача. Еще одна. Шульц. Шульц. Как здесь легко. У него мяч-то выбили. Холланд. Дальше. Сон. Решил бить отсюда. Сон Хюнмин. По-моему, никто не ожидал этого. Причем и сам Корейлис не ожидал. В итоге удар хер знает какой получился. Контратака. Получится или нет? Санчо-то хорош. Конечно, на таком пространстве. Санчо. 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 Пас Холланду. Вот уже Сон Хюнмина. И немножко не доходит. Санчо. Сон. Вот сейчас. Холланд. Ну вот Холланд разобивался. И, как всегда, дырявая олимпийка от Игоря Гамулы. Так сексуально трясется на его теле. Ну а мы радуемся за Эрлинга Холланда, который забивает и забивает. Наконец-то прорвало. Ничего сложного. Но, опять-таки, находит свои моменты в штрафной. Грамотно открывается. И. Отличная камера. Все видно, ребят. Просто голову наклонитесь, чтобы не удариться. Опа. Все. Гол Холланда зафиксировали. Рисе. Какой пас. И гол. Что происходит? И забивает нам Модест. 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 Ну за что? Ну мы же были друзьями. Ну я не понимаю, как такой пас дошел. Давайте еще раз смотреть. Просто какой-то дебильный заброс. И как здесь Рисе с этой позиции. Вот такой вот навес делает. Но здесь ошибка Бюрки. Просто ошибка Бюрки. Я не знаю, что там Модест крикнул ему. Может быть, что-то обидное. Может быть, ему крикнул. Испугал его как-то. Или нож достал. Я не знаю, но какая ошибка от Бюрки. И Хумельс тоже ни хрена позицию не выиграл. И 1-1. Вот так вот по-дебильному сравнивает счет Кельн. Бранд. Вот он шанс. Юлиан Бранд. И что? Играем. Играем. Холланду. Холланд. Штрафной. Пытается обыграть Дюрма и не выходит. А был шанс сейчас. И есть шанс сейчас. Пас. Пустые ворота. Джейден Санчо приносит победу Баруси на 92-й минуте. И кто это там мяч отобрал? Неужели это Томас Дилейни? Какой красавчик датчанин. Ух, вот это игра. Очень потная, очень тяжелая. Очередные шикарные повторы на стадионе Кельна. Давайте смотреть, кто же там мяч отобрал. Это, по-моему, действительно был мистер Томас Дилейни. Но и не пожадничал Юлиан Бранд, который вообще непонятно, куда вышел, зачем вышел на поле. Его видно-то и слышно не было. Вот здесь вот он не пожадничал. И приносит победу. Ой, как Хорн там разозлился-то. Так, сразу в оборону. Надо уж не проиграть эту встречу. Холланд. Есть еще шанс на один гол. Гетце. Гетце. Что творит? Что творит Марио Гетце? Первый мяч в сезоне. 3-1 за Боруссией. Красиво разобрался. На опыте. Чемпион мира. Здорово, здорово, красиво. Санчо. И вот здесь вот Гетце. Прокидывает мяч. Здесь еще раз обманывает Хорна. И четко низом катит. 3-1 победа. Шальки 0-3 дома. Хофенхайму отлетели. Вердер громит Падерборн. Бавария 2-0. Легко Герту. И Фрайбург. 4-1 Лейпциг. Лейпциг две игры подряд. 4-1 слил. Жестко. После восьмого тура у нас 20. Суббавария 19. Баруси и Энтрахт уже даже немножко отстали. Предложение по Вайглю от Хофенхайма. Ну, как-то маловато. Судя по его рыночной стоимости. И я, в принципе, наверное, не готов его продавать. Если они только не дадут 40 лимонов, которые он стоит. Я думаю, что они не дадут. Но давайте. Давайте сделаем вот так вот. Если дадут, будем думать. И еще по Делэйне от Сельты. Ну, вот это уже приятно. Вот Делэйне, конечно, здорово сыграл последний тур. Но, опять-таки, если нам дадут даже большего рыночной. Ну, а, вот у него компенсация. Ну, окей. Окей. В принципе, я готов его за 30 стрелям отдать. Уже игрок возрастной. 28 лет. И травмоустойчивость один, что не может не напрягать. Я думаю, центрального полузащитника мы, если что, найдем про запас. Последний матч на сегодня. Опять домашний на Сигналы Дуна Парк. И это у нас матч против Рейнджерс. Если я не ошибаюсь, четвертый тур Лиги Европы. 2-1 мы победили на выезде. Ну, и вот теперь посмотрим, что будет дома в Германии. Нам нужна победа и три очка. Поехали. Ройс. Вот сейчас можно пошире, пошире. И на Санчо. Джейдан. Развернулся. Удар с рикошетом, и мяч залетает в ворота. Как же иногда везет Джейдану Санчо, но везет тому, кто везет. Не лучшие 27 минут от нас. Даже где-то поинтереснее был Рейнджерс. Но вот Санчо наказывает. Англичанин. Хорошая, быстрая атака. Санчо развернулся. Удар. Рикошет. И вот так вот в уголок нырнул мячик. 1-0. И атака опасная. Кент. Кент. Ты мне не Кент. Сказал Бюрки. И справился с этим ударом. Хакими. Хорошее открывание. Ройса. Марка успел отдать дальше. Санчо еще дальше. Шульц. Ну, вот здесь уже надо забивать. Ника Шульц. Куда ж ты бьешь, братишка? Ну, здесь легкие должны быть 2-0. Для Баруси. Санчо не пожадничал. И Шульц. Так, похоже, какого-то неприятеля увидел там Ника Шульц. И решил в него запульнуть. А не ворота. Но, конечно, цель у нас была другая немножко. Еще одна атака. Мореллаз. Ну, теперь забил уже Рейнджерс. Перед самым перерывом. Ну, заслужили они гол. Будем объективны. Что-то совсем у нас сложно все в обороне. Бюрке уже надоело выручать. И вот здесь он уже не выручил. Ну, очень легко. Просто стеночка. За году выбросился. И Мореллаз пробил Бюрке. Марка Ройс. И забить нужно. Противоход бил. Все здорово сделал. Ворота не попал. Ох, Гамула. Какие же мятые брюки у Игоря Гамула. Но бывает. Ну, неплохо все сделал Ройс. Но, конечно, удар не получился. Шульц. Штрафной уже. Бить можно, Ника Шульц. Как ты не попадаешь-то? Что не так, Ника? Какие шансы для тебя в этой встрече? Время заканчивается. Последний шанс. Шульц. Пас. Рикошет. И мяч вылетает. По всей видимости ничья. 1-1. Не получилось у нас одержать 3 победы. Бешеные турки из Малтиспор продолжают побеждать. Что творят? Ну и остальные результаты, если захотите, обязательно на паузе посмотрите. По 8 баллов у нас и у турков. Ну и Сент-Этьен с Рейнджерс в принципе отстают. Сельтовига выплатит компенсацию за переход. И игрок согласился на трансфер. То есть зимой Томас Делэйни нас покидает. Ну в принципе хорошие деньги. Я думаю найдем центрального полузащитника на заменку. Все в порядке будет. Следующая серия будет супер жаркая. Аугсбург. Айнтрахт. И Бавария. Айнтрахт на 4 месте. Бавария это Бавария. Лидеры вместе с нами чемпионата. Ну и посмотрим как закончатся эти поединки. Благодарю вас за просмотр. Увидимся скоро. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова